То, что происходит сравнительно недалеко от границ нашей страны, в нашем регионе, эти события, при всем том, что мы, казалось бы, всякое видали, то, что происходит сейчас, просто приводит в ужас, трепет, от которого волосы встают дыбом. Пресвободные ИГИЛ, в общем, звери, фанатики, убили больше 20 человек, египтян, которых они захватили в Левии. Они зажгут каких-то людей, каких-то людей в Ираке. Иордания за своего летчика считает, что отомстила, там она бомбила их. Египет провел обстрел с воздуха, бомбил с воздуха. Все клянутся, что они отомстят. Но все продолжает происходить. Они убивают людей, десятки, сотни людей, и человечество ничего не может с этим поделать. Есть такой нарыв, такой вот, такой вот клубок убийцы, такой Тарантова, который убивает у себя людей. Может, их душ там засыпать? А в чем проблема-то? Там что, людей убивают или как их убивают? Людей убивают. Они захватывают людей и убивают их. Демонстративно. Не важно, демонстративно или нет. В Вьетнаме погибло 2 миллиона вьетнамцев. Их сжигали напалмом. В Вьетнаме была война. А это не война? Это не война. То есть, во время войны сжигать детей напалмом можно. Сжигать целые деревни можно. А опрыскивать их ядами, которые уничтожают растительность, а потом уничтожают поколения, в течение пяти поколений, не дают рождать, чтобы дети рождались уродами, и у американцев, которые попали под это. То же самое, это можно, да? То есть, в чем проблема? Как их убивают? Или то, что убивают? То, что убивают, то, что убивают. Но это было 50 лет назад, точно. А 50 лет назад было можно, а сейчас нет. За 50 лет вдруг человечество стало мудрее. То есть, те, которые раньше убивали, теперь они, и у них совесть проснулась. Почему сейчас не убивают, да? А где была их совесть? В Ираке? Ну, совесть... Это недавно было. Ирак был недавно. 200 тысяч человек. Это было недавно. 200 тысяч человек погибло. Тогда что, совесть еще спала? А, то есть, то есть, твои аргументы получаются. Нет. Это ситуация оправдывается. Нет, я не оправдываю. Ну, если есть такие аргументы... Нет, я не оправдываю. Я говорю, а чего удивляться? Я не удивляюсь. Тот, кто... Я говорю... Тот, кто посеял смерть как средство достижения своих политических целей, пусть не удивляются, что другие этим пользуются. Кто сказал, что убивать людей можно, чтобы достигнуть политических целей более благородных, они считают, что их цель тоже благородная. И они тоже во имя этой цели хотят убивать людей. И они во имя этого... Но они убивают по-другому. Более публично. Войны были... Когда, 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 когда... Американцы не приглашали телевидение смотреть, как они сжигают вьетнамскую деревню. А эти приглашают! Я скажу больше, они не приглашали телевидение, когда они в 18 веке сжигали и выгоняли индейцев. Это тоже правда. Я не говорю про Индии, я не говорю про 18 век, я не говорю про 19 век, я не говорю про скальпы, я не говорю про это. Я говорю 20 век, недавно. Я говорю 21 век. 21 век. Война последняя в Ираке была в 21 веке. 200 тысяч человек убитых. Всего-навсего. ИГИЛ еще до этого не дошел. Но теперь ИГИЛ, ИГИЛ, там, это проблема, это проблема не такая уже принципиальная или такая тяжелая для нас. Это проблема там, где они сжигают действия. Для нас, ты имеешь в виду, для Израиля, для человечества. Я говорю для Израиля. Человечество меня в данном случае не интересует. Человечество получает то, что оно заслуживает. А вот Израиль, для нас это не проблема. Это проблема для Ливии. Это проблема для Ирака. Это проблема для Турции сегодня. Это проблема для Сирии. Они ее и будут решать. То, что произошло, то, что они перегнули палку с Египтом, вот тут-то они нарвались на совершенно другое отношение. Да, похоже на то. То есть Египет, Египет сейчас, воспользовавшись этим, он их ликвидирует в Ливии. Думаешь? Он их ликвидирует в Ливии. Он их ликвидирует физически. Египет введет свои войска в Ливию. Он уже проводит спецоперации, спецвойска. По-моему, разрешения ООН еще нет на это дело. Он введет свои войска в Ливию. Ему не нужно разрешение ООН, ему достаточно согласие ливийского правительства. На спецоперации, да, ну и одна проведена. Если ливийское есть, а при чем то он вообще? Они уже высказали. А при чем то он? Ну, вроде бы в международных отношениях. В международных отношениях? Для того, что если одно государство согласно, чтобы другая страна ввела туда войска, то разрешение ООН не нужно. А сколько раз американцы спрашивали разрешение ООН, и сколько не спрашивали? Да юры спрашивали? Не спрашивали. В Ирак не спрашивали.